Это новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте в этом выпуске. 9 мая 1992 года был освобожден Шуши. Герой Арцахской войны Ваня Гаврилова Абрамян стал бессмертным. Президент Арцаха принял должностных лиц администрации Гадрудского района и глав ряда общин. В зоне ответственности миротворцев в Арцахе нарушений не зарегистрировано. Обсуждены текущие вопросы в рамках армяно-французского и франкофонского сотрудничества в сфере образования. Древняя армянская культура. Состоялась презентация книги Миграна Паркича. В Джабахке отпраздновали традиционный цератон. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. В истории освободительной борьбы армян конца 20 века достижением армянского боевого искусства стало освобождение Шуши, которое произошло 9 мая 1992 года. Освобождение Шуши было необходимо для выживания на родине. Операция называлась «Свадьба в горах». Практически безупречная в плане реализации эта операция стала переломом в Арцахской освободительной войне. Во-первых, это была историческая необходимость восстановить право армянского народа жить на родной земле. Таким образом, независимость республики Арцах стала реальной. Как бы Азербайджан не пытался приписать себе Шуши по фальшивым документам, Шуши остается армянским городом. Президент республики Западной Армении Арменак Абрамян выразил глубокие соболезнования родным и близким Ване Абрамяна. Соболезную мы знаем, как тяжело терять соратника. У нас есть две проблемы. Будем утешаться тем, что наши соратники пополнят небесную армию. И во-вторых, что мы снова вспомним, что будем сражаться любой ценой. 6 мая президент республики Арцах Арайка Рутюням принял руководителя администрации Годрудского района и глав ряда общин. Особенно было указано на необходимость пересмотра средств, выделенных из государственного бюджета, на содержание перемещенных государственных учреждений с 2020 года. Он подчеркнул, что целью ожидаемых сокращений штата в различных госструктурах является не экономия финансовых средств, а соблюдение принципов социальной справедливости. По словам президента, одной из целей встречи является организация заинтересованного обсуждения. Говорится в сообщении, в завершение встречи президент поручил заинтересованным органам представить практические предложения по решению обсуждаемых вопросов в короткие сроки. Российский миротворческий контингент продолжает выполнять свои задачи в Арцахе. Об этом говорится в сообщении Минобороны России. Отмечается, что нарушений в зоне ответственности российского миротворческого контингента зафиксировано не было. Российские миротворческие подразделения сопровождали семь колонн вооруженных сил Азербайджана на юг через Лачинский коридор. Патрулирование проводилось в Шушинском, Артакердском, Артунинском районах и в Лачинском коридоре. Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов продолжается постоянное сотрудничество с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Говорится в сообщении. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Артур Мартиросян принял чрезвычайного и полномочного посла Французской республики Ан-Луиз. На встрече присутствовали советник посла Гийом Наржоль и Аташе Селин Жерен. На встрече был обсужден ряд вопросов армяно-французской повестки, в том числе реализация договоренности в сферах образования и молодежи в рамках конференции по армяно-французскому сотрудничеству, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Францией в Париже в марте этого года. В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы. Армянская культура формировалась в период племенных союзов. На территории Западной Армении раскопаны многочисленные древние поселения и гробницы. Найдены в них инструменты, предметы, быта и украшения свидетельствуют о высоком культурном развитии. Араратское царство сыграло роль в формировании древнеармянской культуры. Большинство находок относятся к временам правления Менуа, Аргишты I и Сардура II. Бережно сохраняя свою, армянский народ внес достойный вклад в общую культуру народов мира. В Ереванском Токеян-центре состоялась презентация книги гражданина Западной Армении депутата парламента Миграна Паркича «Следы нашего существования». Среди гостей были граждане Западной Армении, деятели искусства и исследователи. В ходе мероприятия Мигран Паркич подробно рассказал историю, книгу которой напрямую связана с судьбой армян, проживающих в Западной Армении до и после геноцида. Примечательно, что и сейчас скрытые армяне с большим трудом сохраняют свою национально-религиозную идентичность. На презентации присутствовал депутат от Западной Армении Саак Мутафян. День Тератон в этом году начался с дождя, но это не помешало с радостью отметить праздник. Тератон имеет особое значение. Каждый год в этот день жители села собираются возле церкви Святого Георгия, которую называют монастырем Тератон. Принять участие в празднике съезжается молодежь из разных сел района. Приезжают увидеть девушек, смеются взрослые. По мнению женщин, избежать нарушения правил праздника можно, бросив ячмень вверх и сказать, какое плохое дело я сделал, исправь. Придерживаясь своих принципов и отношению к зрителю, государственное телевидение Западная Армения продолжает свою работу с новыми подходами. Как вы уже знаете, наше телевидение транслирует в основном новости по истории Западной Армении с политическим и другим подтекстом, связанным с настоящим, будущим, а также с различными вопросами. Мы прозрачно представляем события президента Республики Западная Армения, правительства Национального собрания и других структур. Дорогие соотечественники, при вашей поддержке возможности нашего телевидения будут еще больше расширяться и укрепляться. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!